Если он до меня дотронется, я его сожру. Смотри, многие мужчины реально тебя боятся. Я выше их, сильнее их. Ира, Ира, ты у нас откуда, с какой галактики? Со звезды. Кто дал указание? Мне её отдали. Кто тебе её отдал? Обмен. С-2-3, перемещайся. Я вроде вижу себя как мальчик. Была договорённость. С кем? Да это он. Не-е-е, ещё выше завиданность своего. Кто тебя поставил? Бабушки, дедушки, прабабушки. Мне кажется, что по черте я полезла, Наташа. Открылась. Как ты выглядишь? Посмотри на себя. Я просто огромная. Сфера двойная. Ты узнал, что такое бедность? Да. Когда не хватает того, что у тебя есть. Субтитры подогнал «Симон»? С чего всё началось? Я, когда родила свою вторую дочь, меня человек оставил. Я её с рождения сама воспитываю. Во-первых, он не объяснил, привёз нас из роддома и сказал, что он резко заболел и поживёт у родителей. Типа дочка аж маленькая, всё, чтобы не заразить, я поживу у родителей, ну, недельки-две. И всё, да. Да, вопрос был, а почему развиваясь с первым супругом, что не так было? Родился у нас ребёнок, было ему месяцев девять, он заболел онкологией. Ребёнок заболел. Ух ты. А что, есть кто-то по онкологии у тебя, по роду или у мужа? Вообще никого не было. На тот момент не было никого, никто не болел онкологией. И нас положили в больницу, в Москве мы лежали, в больнице, в российской детской, восемь месяцев. А онкология чего была у него? Забрюшенного пространства. И там было всё, и ворота печени, и аорта. Да, потому что внутренние органы рядом, а забрюшена она быстро идёт. Да, да, и он жёлтый был абсолютно, потому что жёлчь начала впитываться в кровь. Вот, и он к нам не приезжал абсолютно, я там думала, что всё, со мной будет. Ну, ничего, выдержали, прошли, вернулись домой, и вернулись домой к ним, к родителям, к его. Ну, и началось такое впитывание, как будто, ну, просто как бы брат с сестрой. Вы знаете, вот, отчуждение какое-то вот. И вот 12 лет мы с ним прожили, началось, он открытый, конечно, начал прям конкретно собираться, ходить, гулять. Пришлось развестись, и он как бы выставил меня с квартиры, говорит, иди на все четыре стороны. И тоже как-то не поддержки, ничего, одна абсолютно. Я начала куда-то что-то искать, ну, почему так со мной произошло? Начала копать это везде всё, и в эзотерику, и ходила на медитации, хотела разобраться в этом всём. Познакомилась с одной женщиной, начала ходить к ней на медитации потом. И что? Я у неё спросила, как можно посмотреть через гипноз в прошлую жизнь. Может быть, что-то там я накосячила, не знаю, что, почему так произошло со мной сейчас. Да, ты хотела бы исследовать, именно вот, ещё раз напомни мне, исследовать ситуацию твою, касаемо вот твоей семьи, да, вот? Да, да. И ещё вот у меня с самого детства болят ноги. Ну, это понятно. Болят ноги, но из моей семьи... Ты же смотрела наши ролики? Я, да, смотрела. Ну, когда ноги болят, к чему это ведёт? Посмотрим, хорошо, не буду сейчас. Но ещё, помимо меня, болят ноги у моего сына, и у сына, и у дочери, да? И это называется родовая подключка, да? Это очень сильно большая проблема, особенно у моей дочери. Они и руки, и ноги приходят из сада, это просто что-то. И вот в том, в регрессии, в этой вот, которая женщина у меня, я у неё спросила, ещё вот этот вопрос был, выяснить, почему болят ноги. После... Мы поднялись потом наверх, вот как она говорит там... Это не экзогипновок был, просто регрессовок, да, обычно? Регрессолог просто, да, был. Не экзогипновок, ну я понял, ага, хорошо. Так. И она говорит, давай выяснять, почему болят ноги. И получается, я попадаю... Куда? Как будто вот Великая Отечественная война. А-а-а, так. И что там? Воронка, вот от взрыва, и я сижу там, и ещё один солдат, форма у меня была офицерская, но они другие там были, и получается, попадает туда снаряд, а солдат, получается, выползает быстро, а у меня отрывает ноги. Угу, угу, угу. И я, получается... Хорошо, а тогда задай ей вопрос, а почему же тогда болят ноги у дочери, у сына? Они же не воевали с тобой в этой воронке? Не знаю, она как-то не спрашивала. Да, как фантомная травма не может передаться детям, да? Ну, это немножко неправильно просто повелить. Ну, потому что темы идентификацию они не делали, а потом сидел воронка, что ты понимаешь, иллюзия воронки. Воронка, да. Смотри, в ногах у людей воронки от нижних миров, ты знаешь. Угу, да. И когда эти воронки включаются и работают, они у людей могут быть с рождения, могут быть не с рождения, то начинает идти серьезное патогенное воздействие в сторону ног. И поэтому у людей сводят ноги по ночам. Водят, крутят, болят. Крутят. И ты говоришь, я... Почему у меня болят ноги? И тебя подсознание показало, что ты в воронке находишься. Но регрессолог неправильно, видимо, это интерпретировал. То есть, говорит о том, что ты в воронке, потому что если бы это было только у тебя, я бы вообще... Вот ноль вообще бы что сказал, да? Я бы сказал, окей, посмотрим. Ну, а как же тогда эта воронка могла перейти на детей? И у меня еще началось такое опасение. Я когда беру нож в руки... Туда? Да, готовить или что-то. И мне вот... Его можно воспользоваться как-то по-другому. Ну, понятно. Убей его, зарежь брата, зарежь мужа. Вечером обычно у тебя это бывает, да? Обычно, да. А, еще вот такой момент. Я когда ходила в школу, я, наверное, начала ощущать, ну, наверное, где-то мне было лет 10. Я когда ложилась спать, и всегда по ногам у меня поднимался кто-то. И я накрывалась с одеялом полностью. Вот мне было жарко, дышать нечем. И это продолжается вот по сей день. Вот, и прям я четко вижу, как вот прогибается одеяло. И вот это все ползет. У меня сильно болит спина. Я вот делала обследование, у меня две грыжи на спине. Я раньше занималась спортом, тяжелоатлетикой. А, ну, понятно. И все было нормально. А после того, вот как я осталась одна с ребенком на руках, и вот у меня пошло, и спина болит. У меня никогда такого не было. Я всегда была, я всегда занималась спортом. Ты расстроилась. Называется расстроилась. Все, расстройка прошла по всем организмам. Ну, да. По всем числам. Поэтому везде теперь вот будет вот так. Что еще? Добавить есть еще что-то? И вот я когда в регрессивной гипнозе вот участвовала, когда и поднималась наверх, вот, и прям такой огненный шар. И они говорят, мы тебе даем знания вот от этого целителя. Но у тебя это все проявится только после 40 лет. И я эти знания как будто взяла и положила себе в грудь. Вот как бы раз, шар этот, и положила. Я оттуда вышла, и меня познакомили с наставником. Там это была женщина. Она была такая, не знаю, 2-3 метра ростом. Красивые, рыжие волосы. Там просто украшения на волосах были. И я с ним познакомилась. И потом поворачиваюсь. И как будто мне на спину прилетело. Знаете, бывают такие мокрицы. Только она была еще, вот эти лапки были все у нее в каких-то, ну, как клешни. И она на меня на спину, вот как панцирь. Она села на меня. И я прижалась к своему наставнику. Она вытащила здоровый меч и начала рубить. Я вот так стою, и она меня, короче, так рубит. И она, получается, вот этот хребет, вот этой штуки срубила. А вот эти все лапы и все остальное, это все равно как бы осталось на мне. И она, и, наверное, вот с того момента еще это все как-то усугубилось совсем у меня со спиной. Так, ну что, давай работать? Да. Да. О чем ты вспоминаешь? Была какая-то темнота, никак не могу вылезти. Когда под деревом есть корни. Я понял, как ты ощущаешь это место? Закрыто, открыто. Закрыто полностью. И вот как будто передо мной свет, еле-еле видно его. Где свет? Перед тобой? Как наверху, чуть кверху. Знаешь, как бывает, нора. Да, вот. Сейчас поживая, вырасти, вырасти, стать больше этого пространства. Значит, три, тянись к свету. Раз, два, три, пошло расширение. Отживается. Завод, как будто дверь, не дверь, как вот круглая такая отваливается, но вместе с травой. Вот чем я закрыта была. Давай, 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 вывози оттуда. Поднимайся выше, 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 выше. Ну, я туда вышла. Я вроде вижу себя как мальчик. Мальчик. Мальчик, как тебя зовут? Не знаю, лев, что ли, идет. Та же со львом пообщилась. Это ты, вот ты видишь себя, это ты как мальчик? Ну, вроде бы это я, но я его вижу как со стороны. Он дерево такое стоит. И он к нему прижался, к дереву. Напиши вам, как он выглядит. Сейчас он повернулся к тебе, смотрит на тебя. Ты видишь его четко, ясно. Русые волосы. Ему лет 11, может быть, 12. Глазки какие у него? Посмотри, глазки внимательно. Смотри, какого цвета глазки у него? Светлые. Светлые глазки. Серые или голубые, что-то такое. Одежда такая вот, как мишка вина, что ли. Ну, старые времена, да? Да. Спроси, что он там делает, Лев? Прячется. От кого прячется? Дашь поговорить мне со львом. Вдох-выдох, расслабься, и он тебе будет передавать мысли. А ты подседнись к ним. И оставь меня. Лев, приветствую. Как ты? Плохо. Почему? Боюсь. Чего боишься? Кого боишься? Заберут. Кто тебя заберет? И куда? Не знаю. А тогда почему ты боишься? Ну, смотри. Сейчас все твои эмоции, весь твой страх, вся твоя боязнь, начнёт вибрировать, пульсировать на твоём теле. Тебо тебе покажешь, где он находится. Раз, два, три. Пошла вибрация, пульсация. Как ты её ощущаешь, Лев? Просто тяжесть. Где страх находится у тебя? Как в животе, что ли? Хорошо. Лев, ты меня слышишь? Угу. А что это за дерево? Почему ты стоишь в дереве? Это дуб. Ну, дуб. А что, почему ты там находишься? Почему ты там стоишь? Ну, я не знаю, как попал в яму, как попал в яму, было закрыто. Я не помню. Не знаю, как вообще появился. Стою, вылезли возле этого дуба. Сначала было страшно. А где ты сначала? А, ты вылезал из этого. Угу. Хорошо. Давай, знаешь, посмотрим с тобой. Сейчас, извините, от льва. И посмотри, пожалуйста, между тобой. Танюша, и этим львом. Есть ли какие-то нити? Ниточки вас связывающие? Ну, да, есть. Есть ниточки вас связывающие? Угу. Понятно. Хорошо. Куда эти ниточки к тебе ведут? Посмотри. Какими чиселами? Ну, у него тоже живот и вроде как руки. И руки, да? Ага. Хорошо. А посмотри внимательно по этим ниточкам. Сейчас расширь картинку, как на телефоне. Что там двигается по этим ниточкам? Сейчас я тебе включу энергетический режим зрения, и ты будешь видеть всю энергию в цветах. Так, что движется по этим ниточкам? Какого цвета энергия? Ну, она вот как от него идет, она что-то как-то черная. Черная к тебе идет, да? Да. Почему черная идет? Так, а теперь до этого черного докоснись. И как только ты докоснешься, к тебе придут мысли. Какие мысли там в этой энергии завожены? Какие эмоции? Какие слова? Какая информация? Докасайся. Что ты чувствуешь? Какие мысли приходят тебе? Страх. Страх он тебе передает, да? Да. Так, хорошо. А от тебя что выходит? Какие, посмотри, там по нитям что идет? Какие взгляды? От меня белая. Ух ты. Так, а что там у тебя белого, ну, куда тебя забирает? Ну, вот как будто от меня по нитям такая яркая белая бежит, а от него черная. А что вот это белое, задай вопрос, что это белое, что это за энергия? Эмоциональная, сексуальная, жизненная, ментальная. Свет. Свет. А посмотри теперь, теперь задай, пожалуйста, вопрос. А вот это вот движение энергии, как вообще влияет на твою жизнь, на твое настроение, на твое здоровье? Как он влияет? Ну, как-то блокирует руки. Еще что делать? Вот она блокирует, вот, те, как туловище, как дерево становится, туловище и руки. Ну, понятно. Так, смотри, ты льва видишь сейчас, да? Так, прикажи ему замереть, он сейчас застыл, заморозь его пока на время. Он заморозился. Сейчас смотри, у каждой энергии есть свой состав, и сейчас ты мысленно пожелай распознать эфирное ДНК этого льва, и по структуре эфирного ДНК, по той информации, которая там заложена, воссоздай мысленно, пожелай воссоздаться его истинным оригинальным образом, чтобы сняли все маски и голограммы, все иллюзии. Он предстал перед тобой в истинном оригинальном виде, исходя из информации его эфирного ДНК насчет 3, 1, 2, 3, и... Не помню, какой-то... И брюки превращаются... Какое-то зеленое. Когда ты сказала, что заморозить, когда вот льдом, я его так раз обдала, и он сразу стал зеленый, с зубами. Посмотри, кривышки есть у него или без кривышек он? Есть. А, и с кривышками? Так ты драконианец. Ух ты. Ну, они такие вот зеленые, он прям распрямился. Спроси, ты Драго? Драконианец. Драго. Щелкает ртом. Дай поговорить с ним. Как тебя... Ну, Лев пусть будет. Лев, знаешь, почему ты спалился? Давай, рассказывай, как давно ты сидишь в биополе у Татьяны. У тебя документы есть на аренду биополя, на раскачку энергии? Ты знаешь, кто мы такие? Да. Тогда предъявляй документы. Показывай. Как ты попал в полярность? Рассказывай. Наташа, он показываешь, да? Цветок развернул. Да, да, да. У него есть документы. Танюш, давай полетим с тобой сейчас назад по ленте времени. В одно воспоминание, в один сон. Когда первый раз ты встретилась с этим Драгошком. Где ты была на физическом плане? Переносить. Оп, полетели. Я еще маленькая была. Ну, как маленькая? Может быть, лет 10. Лет 10, да. Вот, я хожу во дворе у своей бабушки. Так. А где Драгу Лев находится в тот момент? Он в воротах стоит, калитки. Что, зайти не может? Он так облокотился. А как будто ждет. Ногу за ногу завел, стоит. И хвостом так хлопает по полу. Такой еще деловой, руки в боки. А как ты с ним на одной частоте оказалась? Посмотри. Как ты вышла на его частоту? У него же частота ниже твоей. Я иду в калитки. Что-то я как-то испоткнулась и прям в калитку падаю. И что? Что-то с коленками у меня видел. Он больно ей. Он как хвостом вроде бы. Он так сделал, что она падает. Да, а меня интересует, как ты вышла на его радиостанцию? Что у тебя до этого произошло? Почему ты опустила вибрация? Мне вот сейчас, может быть, это не так. Говорят, что там кто-то делал возле калитки. Какая-то что-то. Или магия, не магия. Что-то было. Ага. Что-то делали. И он появился, там стоит. Я иду, и как раз упала. И ноги, колени. Вот одна нога не очень болит, а вторая левая. Я прям вот как, где чашечка, прям как растекла, а не растекла что-то вот как-то. А у меня же эта нога болела. Меня брат ее вывихнул. И еще второй раз я туда упала ей. Понятно. Вот я села, я прям в это ворота. Ну там был страх и испуг. Опущение, вибрация у нее произошла. Она упала на его частоту. Хорошо. И смотри теперь, у тебя есть 7 тел, от этого говорят 7 я, да. И смотри теперь, как Драго к тебе пришел, в виде кого он к тебе пришел первый раз. Вот он прошел твою защиту, ты опустил его вибрации, он тебя увидел, потом он подошел к твоей энергетической части, да. И посмотри, в виде кого он пришел, какую иллюзию. Мальчик поднимает меня. А, вот этот Левка, да? Ах ты какой хитрец. Так, мальчик тебя поднимает. И он такой поднимает меня. Не плачь. Вот. И, ну, как вот стряхает, ну, как трясет вот грязь с моей одежды. Ну, помогает, да. Да. Так, а ты что ему говоришь? А я, меня старший брат всегда обижал. И, а я прям так к нему... Зиняя, это как-то, да, прониклась она. Какой. И она дает код доступа до себя. Чтобы он меня защищал. А посмотри, вот подставка, как ты ему поверил. Какими цветами окрасивается твое биополе? Красным, черным. Красным, черным. Красным, черным. Что он в тебе впрыснул? Красно-черное такое. Что это такое? Задай вопрос себе. Не пойму, он как показывает. Она мне как с головой захлестывает. Как воздействует вот эта вот краска, черная-красная, на тебя эти энергии? Ощути сейчас это. Как негатив какой-то прям давит. Так, хорошо, понятно. Давайте посмотрим теперь. С этим разобрались. Одного выцепили уже, да? Теперь заморозь его, чтобы он застыл. Ты там, главное, не забывай. Это твое поле, твое тело. Ты хозяйка. Теперь давай посмотрим военную проблему с воронкой. Можно так ее назвать, да? Пошла вибрация по нижним мирам. Пошел импульс по всем нижним авторизациям. Биополе. Мне кажется, что по черте ей полезла, Наташа. Открылась. Так, хорошо. А черти, да? Там сколько чертей у тебя? Посмотри. Они лезут и лезут. Ну хорошо, встали все. Да, портал открыт в нижние миры. Кто там главный, черт? Пусть, подожди, с чертей там пусть... Вышел. Вышел, да? А где твой начальник? Пусть, зови начальника. Меня знаешь, черт? Он так голову вверх поднимает, гордо стоит так. Говорит, да. Начальника зови. Да это он. Нет, еще выше завидовай своего. Кто тебя поставил? Кто дал указания? Я с вами, ребята, на таком уровне общаться не буду. Давайте вызывайте старших. Сзади какой-то большой подошел. Давай, давай, давай. Как зовут? Приветствую. Эггар. Таше, как ты? Эггар. Не знаю, как ты, то ли, эрор, игру. Ты его знаешь, Таш? Эггар или эррор. Хорошо, дай мне с Эггаром пообщаться. Эггар. Вот так еще вообще. Ну, уже смех это хорошо. Тоже поджать люблю. Ничего страшного. Не отключайся, Татьяна. Дай с Эггаром. Эггар, говорите в статье. Тебе тяжело будет говорить. Так. Как давно ты с ней? Рождение. Ты родовой, да? Ты же это самое. Родовой. Так, документы есть на аренду Биополя? Мой блин. Что-то какое-то длинное такое вообще письмо, а что там все и так. Хорошо, а вот зачем вот этих вот чертей сюда направить? Что они там делают за тебя? Я там не одна в этом свитке. Подожди, подожди. Ну, он родовой, понятно. Тут весь рот в этом списке. Ты в этом списке? Список, посмотрим. Чертей зачем отправил? Какая функция? Что они делают? Чертей. Сдерживают. Сдерживают. Хорошо. Теперь давай посмотрим свиток, да? Раскрывай, смотри, там что там написано. Читаем. Бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Все. А кто заключал договор? Еще далеко-далеко. Когда были цари. Когда были цари. Посмотри, кто там из твоего рода подсвечивается, когда были цари. Смотри ту ситуацию. Экран раскрой. Через экран смотри фильм. Раскрывается экран перед тобой. Не вижу большой дом, колонны, ступени. Как будто там поднимается. Ади свой рот там. Вот мужчина, который поднимается ступеньком. У него такой большой шлейф. Смотри, сейчас цифра появится на экране. Это год или век. Смотри, какая цифра появилась. Пространство какого года? Века по земному летоисчислению. Восемь. Восемнадцатый век. Восемнадцатый век. Нет, один восемь. Восемнадцатый век. Территория какая, смотри, территория. Что, не приходит Англия какая-то. Хорошо. Так, посмотри теперь на свой рот. Что там он делает? Вот этот мужчина. Идет. Как его зовут? Как-то вот сочетание с нашим Игорем и Рагон. Игорь, Рагон. Как что-то запутанно. Не хочет говорить. Так, на меня посмотрел и отвернулся. А ты сейчас заморозь картинку. Пусть он тебя посмотрит. Видит он тебя? Видит. Хорошо. А теперь всю ту информацию, которую ты сейчас прочитала в этом договоре, и как это воздействовало на твой рот, вообще вся эта информация, на всех твоих детей, эти воронки, этот демон, твоя жизнь. Вот до момента здесь и сейчас. Ты сейчас эту информацию в палец свой указательный вмести, пожалуйста, туда сконцентрируй. И ему отправь межбровную чакру. Я хотел много всего, говорит, чтобы быть, много всего, власть, денег, богатство. Я хотел, ну, как удержаться. Ты понял, что... А у него не было, что ли, этого. Ну, ты передавай информацию эту? Да. Так. И он смотрит на меня, глаза все больше и больше становятся, как боится, что ли. Говорит, хотел, заключил договор. Ну, с нижняками, да? Ну, вот с этим. Здоровенным. Хорошо, давай сейчас вместе с твоим родственником из того века перенесемся в момент с его осознанной уже частью, которую ты передала всю эту информацию через ментальный канал. Мы вернемся обратно назад по ленте времени в момент, еще до какого-то времени, как он заключится этот договор. Раз, два, три, перемещайся. Да, как-то перемещаться не нужно было, он просто в этот момент, и как будто он подъезжает на лошади, ну, скачет, спрыгивает. Угу. И вот здесь, прямо на пороге. На каком пороге? Этого замка? В этот дом. Так, что там произошло? Где он с этим демоном встретился? Ну, он не был, как споткнулся он на этом пороге. Угу. Вот он вроде хотел зайти, и прямо вот как я в тех воротах падаю, и он тоже. Так. И он появляется перед ним, здоровый, и он над ним стоит и на него смотрит. Он говорит, кто ты? Этот вот, ну, мой родственник, так скажем. Угу. Угу. И разворачивает он ему договор и говорит, подпиши. Угу. А зачем? Это же кредитный договор. Ипотека. Ипотека на весь род. Он говорит, у тебя будет все. Ну, понятно. Что ты хочешь. Сейчас он осознанный. Осознанный, да? Ты дава же ему, передавай информацию. Он осознанный в этот момент. Да. Да, хорошо. Замораживаем картинку. Стоп, камера. Да, все, замерзла. Это информационная запись. По твоему желанию, хотению, велению. Смотри. Все на физике уже произошло, да? На физике, на физическом мире. Вот. Но. Но информацию всегда можно изменить. Ты же знаешь, астрал, он динамичен. Да, эфир, он динамичен. В эфире нет времени. В эфире все происходит здесь и сейчас. Поэтому спроси своего родственничка. Хочет ли он изменить вообще эту ситуацию? Он же знает сейчас, к чему она проведет этот ипотечный договор на все поколение. Хочет ли он изменить эту ситуацию на информационном плане? Чтобы не было этого договора. Чтобы он жил счастливо, гармонично. Кстати, как он умирает, посмотри. С этим, когда договор заключает. Ну, дали ему там уж богатство. Материю какую-то употребил. Подожди, он сейчас стоит и такой, и он все это, ну, как осознает, что он будет делать. И как-то коснется его и всех тех, кто еще не родился. Вот, вот, вот. И он еще стоит. И прямо у него, знаешь, как плечи вниз так опускаются. И эта ручка в руках. Хорошо. И дрожит, он так смотрит на него. Не понимает вообще, для чего он. А теперь заморозь всю эту картинку. Заморозь этого демона. Пусть он замерзнет. Свернул. Да. Вот. Заморозь этого демона. Пусть он немножко, это самое, подмерзнет. Вот. И не двигается он. Блокируй его энергию полностью. Вот это в твоей воле ты сильная. Так. И теперь вот этому родственнику скажи, ты хочешь изменить ситуацию, чтобы не было, вот, что ты сейчас натворил. Ты хочешь все это изменить на информационном плане? На физике все же. Хорошо. Ты можешь это сделать. Скажи, я твой родственник, скажи, я из будущего. Я твоя кровь. Да, докоснись за него. Видишь, он понимает, что ты его кровь. Да, он постановится на колено, плачет. К роду ведущая. Вот. Я вернулась. Он передо мной стоит, замороженный. Только его вижу. Хорошо. Смотри, теперь договор есть у тебя вместе с ним? Он прямо передо мной сгорел. Сгорел, да, этот договор? Угу. Все, шикарно. Значит, твой родственник правильно все сделал, да? После того, как изменилась ветка вероятности событий. Да. Как ты себя сейчас ощущаешь после этого? Как прояснение какое-то, прям, ну, хорошо. Изменения какие-то есть в тебе сейчас? Да, мне просто важно знать. Ну, хорошо. Так. Легко как-то стало. Вот. А, ну вот. Но это важно, потому что, когда что-то мы изменили, да, как-то это ощущение, какой-то позыв должен быть, резонанс, скажем, да? Такой холодок легкий, как после мятных конфет. Вот, отлично. Наташа, поменялась там ветка, да? Да. Так, получается, теперь скажи мне, пожалуйста, то есть вот этот демон у тебя активировался на физике, когда? То есть ты, когда вот родилась, он уже был, да, получается? Он же с момента рождения с ней. Да, а активация, когда его полная произошла? Мне кажется, он сразу. Сразу, да? А, нет, ну, просто у некоторых не сразу активируется, у некоторых в каком-то событии, вот именно после плана. Сейчас задаю вопрос, когда, и он, как всегда, как всегда. Ну, у кого как, это да, всегда с ним. Это такой всегдашный, да? Хорошо. А теперь задай вопрос, какие негативные события в твоей жизни связаны с этим демоном? Его чертами этими. Вот меня брат все время бил. Я всегда страдала. Он управлял как бы-то им. Так, еще какие события связаны с тобой? И вечер был, ну, вообще прям, ну, как, что-то ночь была, что ли. Мы пошли купаться. Он мне вот так, ну, как притянул, начал меня целовать. И все. И вот это включилось, включилось, вот. И он, ну, дальше не смог ничего со мной сделать. Ну, короче, он в итоге, он меня тогда соблазнил. Демон как участвовал в этой ситуации, посмотри. Он прям, ну, как в нем. В нем был, да? Как будто, когда... Ашка, какую выгоду он получил от того, что ты вот с ним как бы соединилась? Ну, получается, сексуальная энергия. Сексуальная энергия. Он так не получал от меня, да. А что этот демон у нас вообще чем питается у тебя? Эмоционалка, сексуальная, ментальная, жизненная. Чего? Да, он у него почти все. Все, бежит? А все по чуть-чуть. А, а он решил, короче, насладиться тобой физически и вошел в этого бедного аватарчика спящего. Он прям как одержимый был. Вот, да, вот я говорю, ну, вообще просто. Так, а давай посмотрим по здоровью, как этот демон на тебя влияет. По здоровью, пусть тело даст ответ тебе. Спроси у тело. Тео, ты знаешь, отдельно вообще личность, ты можешь с ней разговаривать. Тео, это не ты. Ты, это эссенция, которая там находится. Спроси тело, как он на твое здоровье, этот демон, влиял. Есть ли, или есть ли вообще влияние на здоровье? Может, и нет. Он блокирует меня. На физике как происходит это? Да. Со здоровьем. Вот у меня просто он имел живот. Вот у меня есть живота. Он блокирует ей женскую энергию. Да. И не дает мужчинам подходить к ней. Да, раскрытия нет. Поэтому ты одна. А почему вот тот мужчина, который, скажем так, когда ты родила ребенка от него, почему он резко испарился? В чем эзотерическая причина всей этой ситуации? Есть ли она? Побоялся. Кто побоялся? Мужчина этот. Вот этот страх, что если он до меня дотронется, я его сожру. Я же тебе говорю, этот демон не дает мужчинам подходить к ней. Знаешь, как это, ну, занято место. Вот он полностью. Вообще просто. Смотри, многие мужчины реально тебя боятся. Как будто ты доминанта над ними такая. Да. Серьезно. Посмотри, посмотри, вот энергетически эту картинку. Вот ты с мужчиной рядом. Как энергетически происходит давление на них? Почему они тебя боятся? Смотри, видишь. Потому что я выше, я выше их, сильнее их, умнее. Я полностью, они чувствуют рядом со мной, ну, как. Как ничто становится. Да, обесцениваются. Ну, знаешь, тебе просто нужен мужчина твоего уровня, правильно я понимаю? Или выше этого уровня? Или это ей какое-то влияние? Выше нет. Ты понимаешь, вот этот демон, он ей не дает, он ей настолько ее возвышать начинает над ними, что они становятся, мужчина обесценивается, он становится. А, он влияет. Да, да, да. И проще мужчине просто уйти, чем, ну, зачем дикаться с кем. Демон, демон феминист. Я понял. Нет, он с ней, она его и на физике ощущает. Это же он по ней карабкает. Слушай, так он с тобой в сексуальной связи, ты же во сне видела с ним сексуальную связь. Да. Да? Я лицо не видела. Я лицо не видела. Она просто видела его тело, она спит с ним. Он у нее заменяет мужчину полноценно. Инкуб получается, да? Ну. А черте, что он понаставлял-то своих, зачем? Они как охраняют ее. Забор. Нижний мир. Угу. Хорошо. Ух, как интересно. Ну, то ладно. Понятно, с этим разобрались. Есть у тебя какие-то магические программы, какие-то воздействия на тебя, рукотворные, человеческие, через ритуалы, магию сознания, ментальную магию. Пусть завибрируют все эти энергии, если они есть. Если их нет, они не завибрируют. Как будто руки заблокированы, вот кисти, как будто на них что-то надето. И вот прям, знаешь, как бывает булава, вот это вот, руки вот в таком состоянии. Хорошо. Наташа? Ну, у нее варежки на руках. Да, да, да. Ну, это не космическую чистоту она смотрит? Нет, это магическая чистота. Магическая чистота. Теперь, смотри, Танюша, от этих варежек, видишь эти на руках, что у тебя? Вижу. Теперь от них поживая, сейчас под них протягиваются нити и проявляются ответственные за эти варежки. Ну, вот это, мне кажется, драконеря, драгу этот, да, с крыльями? Ну, значит, это импланты, это значит, не магия. Да, Наташ, правильно же я увидела? Вот с левой руки к нему движется. К нему движется, канал есть. А с правой руки движется как такое, что-то как-то в сторону, вправо туда тянет. Ну, смотри, смотри, что там вправо. Просто вот как белое пламя, что ли, туда вверх тянет и все. А рука заблокирована. Так, хорошо. Наташ, давай разбираться, магия есть там или нету все-таки в итоге? Потому что на Татьяну видела чипы. Там есть магическая чистота, у нее крадень стоит. Крадень стоит. Просто там под, видимо, этими варежками есть еще подключки, но идет канал оттуда с рук. Из-за этих варежек не вижу я, да, что это такое там? Да, на ладошках стоят. А вот там, куда ты увидела, вот туда в бок, которая идет. Да, вправо тянет. Свет такой, да, как будто мерцает что-то там. Да, да, да. Но вот если ты туда дальше пройдешь, там женщина стоит. У тебя крадень на руках стоит. Энергетический. Женщину он поставил. Ее мать занимается, ее бабка занимается. Ну, тем более ты попала. Смотри, как весело. Но это тоже твоя программа. Ты думаешь, что просто так все это? Это твоя программа. Ты сама это все выбирала, когда хотела воплотиться здесь. Ты проходишь... Я не поверю, что такое можно выбрать. Да, ты проходишь сейчас это обучение, аттракцион. Хорошо. Квест, скажем так, да? Обычно души себе выбирают самую тяжелую жизнь. Жизненный квест. Потому что тогда быстрее развиваются. Конечно, конечно. А что у тебя это еще не самое. Россия это самая наивысшая территория подготовки душа. Вообще. На самом деле. Не Россия, а Россия. Сеять Ра. Сеять свет на самом деле. Поменяли все эти товарищи. Но не суть. Так. Ушли мы от этой всей ситуации. Значит, магию вот она сделала. Ну, да, да. Понятно. Хорошо. Посмотри. Ты видишь ее, да? Сейчас она как подклюет. Вот она рядом. Да. Подключение ваше видишь между вами? Никакие. Только от руки вот тянется. То есть это женщина. Это не драку, да? Правильно понимаю? Нет, это женщина. Хорошо. Как ее зовут? Как ее зовут? Хорошо. Сейчас поживаешь, поскольку она в твоем поле находится, да? Поживаю, чтобы на выживание появились все негативные эмоции к тебе. Злость, агрессия, гнев, раздражение. Да? Она прям чудовищем стала. Да. Вот. И я думаю, вам нужно примириться, потому что как бы это единственный выход из вашей ситуации. Ну, да. Поэтому попроси прощения за все неприятно, что по твоей вине или не по твоей вине произошло с ней. Проси прощения, передай ей эту сферу. И вот когда ты передашь ей эту сферу, ты сейчас видишь все вот это темное, которое в ней. Когда ты отправишь эту сферу прощения, она дотронется до этой темноты и переконвертирует ее в свет. Ты знаешь, да? У энергии есть две полярности. Нижняя это темная, верхняя это позитивная. Создая эту сферу, попроси прощения, вот все, что от души прямо. И отправь эту сферу на счет 3. В ту часть ее эмоционального резервного хранилища в ее сердце. И она переконвертирует все ее негативные эмоции. Что произошло? Она как будто ударилась об нее, она такая, раз уж, глаза и рот открыла, и руку так, знаешь, как будто раз и выпустила все. Хорошо, она прощает тебя, прощи? Да. И ты ее прощи, скажи, я тебя прощаю. Она золобалась, помахала мне. Хорошо, сейчас подожди, она готова снять магию? Она сама, да, делала? Сейчас. Готова она снять магию? Стой, подожди. Она куда уходит, она не уходит? Вернулась она обратно, вернулась. Все, готова она снять магию, спроси. Она на кого-то смотрит? На кого? Мастер? Она говорит, они вместе делали, как бы. Они это кто? Ну вот она. И кто? Еще кто-то, да, женщина. Ну где еще мастер, пусть проявится от этой магии? Но она как такая вот, маленькая, ростом, сгорденная. Суть, она же, она заказчица, они вместе делали. Готова, да? Скажи, мы простили друг другу, она готова снять. Хорошо, поблагодари ее, скажи, пусть пока подождет в очереди. И давайте смотреть теперь космическую частоту, да, космические все чипы, импланты. А сейчас пожелаю, чтобы тело проявило, дало тебе ответ. Есть ли в нем какие-то космические авторизации, чипы, импланты, машинки, подключения, которые втягивают, вытягивают энергию, установки, программы, блоки. На счет три пошла вибрация, пульсация. Раз, два, три. Все чипы, импланты, конвертер энергии. Пошел импульс по ним? Плечи, вот прям в плечах стоят с одной и с другой стороны, и в затылочной части. Да, да, да. Давай, сверху вниз в луч света проходит, сверху головы до низу твоих пяток проходит в луч света, и ты чувствуешь... Подожди, на голове. Еще семья вибрирует? Пластинка на голове, чип на шее, на плечах, прям на суставах стоят, на спине, вот где выше копчика. Что там у тебя на спине? Прям пластинка такая квадратная. А вот по здоровью со спиной у тебя проблемы были, посмотри, там, помнишь ты там какую-то инсектоиду выдергивал со спины, он там еще или нет? Да. А, там он, да? Да, на спине. На спине сидит. И вот посередине стоит грудного отдела, и выше, чуть выше позвонка, вот прям на талии, как вот на позвоночнике. Ага, ну ты прям этот электроник. Вообще, да. Хорошо, теперь пожелаю, чтобы от всех этих систем, все ответственные пусть проявляются за все эти каналы, за все системы, вообще все системы, которые чужеродные по космической частоте, за все чипы, за все импланты, за все установки, все блоки вообще, все, кто заходил-выходил, кто пытался сбежать, все проявляются. Кто там? Чего, у меня целый сарафанных. Ну, говорю, зоопарк, давай их сейчас по клеткам распределять, пусть по кучкам сконцентрируется, несколько кучек, каждая кучка, это своя цивилизация. Ну, вот соединился вот этот большой, с этими чертями. Ну, этот нижняк, ладно, кстати говоря, нижняк, он по христианской призме, а так он тоже дракурептили, поэтому пусть может снять свои эти маски, показать, что он дракурептили. Сзади стоят вот вроде бы эти длинные такие, как головастики, наверное, серые, да? Серые, да, да, да. Греешки, да, грешки, грешки. Стоят, ну, вот этот, с крыльями, этот сзади меня там щупальцами шевелит на спине, присоска эта. Так, короче, значит, там, давай, отсеки, значит, драку, один отсек, а значит, греи, это биороботы, они второй отсек берут. Значит, сектоид, третий отсек. Вот этот с лапами? Сектоид. На спине она твоя сидит. А вот этот, который еще с левой стороны, возле этого крылатого, кто там шевелит лапами? Пиши мне его, я скажу, кто это. Он на жуках похож. Это спрут. Нет. Смотри, у него лапки длинные такие. Да, да, да. Это спрут. А, это спрутяга. Ух ты, смотри, у тебя практически вся энциклопедия космических галактических представителей. Ну, кроме того, скажем, выше. И спрут даже есть. Архонты есть там, интересно? Нету, арахноиды, пауки. Хорошо. Значит, спрута в отдельный отсек. Рептивоиды есть без крыльев такие же? Драконянцы, крокодилы? Да, вот он сзади, по-моему, вышел. Есть, да, давай его еще в отсек его в коробу. В голове как раз и в грудной клетке этого стоит. Так, все отсеки прозрачные. Так. Гуманоид есть? Маленькие? Нет, это Грей. Высокие, высокие, длинные, высокие, длинные, на Грея похожи. Ну вот, высокие, там вот они стоят сзади. Это Грея, их много. Да. Много. А гуманоиды, они еще выше. Они такие метров и три, и шесть высокие, большие. А маленькие бывают? Они разные, Грея. Маленькие Греи, они бывают среднего роста. А гуманоиды, они очень высокие. Их повыше было. А Греи, это Греи, их много. Гуманоиды толпой не ходят. Гумики, да, гумики. Ну, бывают по два, бывают. Ну, бывают, это редкость. А что так много, это только Греи. Значит, дальше. Дальше у нас рептивоид. Рептивоид, когда подключился, спросил. Давай, быстренько, отвечай, солдат. Семь лет назад. Уровень, какой над ним, посмотри, какой уровень? 13, да? 13 уровень. Боец, боец, да? Скажи, смирно, боец, смирно, боец, давай. О, прям выпрямился. Конечно, конечно. Один здесь вот, 13-й, и два сзади стоят, да? Три их. Хорошо. Хорошо, а рептивоиды когда попали в свое поле? Это было 9 мая. Смотри, какие патриотичные. 9 мая. Портал открыт. Да, это мой, у меня дома. Самый такой день, когда для них есть частот, открыто для всего. Нельзя устраивать демонстрации скопления людей. Идет очень сильная скачка. Демонстрации не было, но я работала в ревелирном салоне. Я тогда уже купила квартиру в ипотеку. И они пришли. Я пригласила их домой, сотрудников. И вот мы жарили рыбу во дворе. Накормили весь двор. Бабки были счастливы, конечно. Парень с девушкой шли мимо. Ну, такие уже выпившие. К нам подошли. И они говорят, налейте, типа, ну, за праздник, все там. Я, конечно, мы стояли. Я эта девушка выпила. И представляешь, она так подскользнулась. И она прям как бревно упала назад. И затылком ударилась об корни деревьев. Ой. Смотри. И я испугалась. Понимаешь, 9 мая праздник, все празднуют, все. А тут это вот. И она отключилась моментально. Я боюсь. Терял. Да. А рептивоиды где? Ну, они на страхе. От них? И вот они, когда, да, я ее поднимала. Ага. Попустила вибрации. Хорошо. И что, рептивоид, зашел к тебе в виде кого? Посмотри, какую иллюзию он надел, когда с твоей энергетической частью встретился. Что он тебе пожелал? Как ты его пускаешь? Только ты пускаешь в полярность. Они не могут так зайти. Только ты можешь разрешить им зайти. Но Лев понятно, что обещал. Что рядом будет помогать. Драконянест, силу тебя. А эти что обещали? Уверенность, наверное. Она уверена, что будет все хорошо. Да. То есть с этой девушкой ничего не случится. Что она выживет. Она, правда, знаешь, так очухала, оклемалась. Села на лавочку. Мы потом пришли домой. Поднялись. И ты не поверишь, у нас целая картина была дома. Девчонки напились. Я разложила диван. И одна как начала кричать, они идут на меня. Я говорю, кто? А она говорит, вот этот бессмертный полк. И она говорит, я их вижу. И я реально, я их увидела, как будто все эти погибшие. Потому что так делать нельзя. Потому что людей, получается, они беспокоят мертвых и заставляют живыми встать. Да, это вообще, это такой ритуал. Это такой магический ритуал. И она кричит, открыла вот так, знаешь, руку, как у бабки ежки костяная нога. Вот это, блин, не знаю. И она кричит на стенку, так показывает. А мы же все сидели на диване рядом прям. Я говорю, Катя, успокойся. А я ее успокаиваю. Она, видимо, просто напились, вы ее на чистоту упали на нижнюю. Бессмертный полк, это на самом деле древний ритуал, он называется Греть дедов. Раньше так назывался. Ладно, потом поговорим. Хорошо. Дальше давай. С этим разобрались. Следующий у нас кракозябры, там какие у нас остались еще. Спрут. Спрут когда попал? Спрут. Да. Мне показывают картинку, я как будто чуть не захлебнулась в воде. А я нырнула и ударилась обо что-то внизу. Это было еще у бабушки. Мне тогда было лет, наверное, может быть, 13-14. У них канал есть. Ну, там вода спускалась в озеро по каналу. И мы там все купались, прыгали, я прыгнула. То есть ты испугалась, опять опустила вибрацию. Да, прыгнула и зацепилась. Так она могла вообще оттуда не выпласть. А Спрут как тебе помог? Скажи, как он появился? Вот ты испугалась. Он потолкнул меня. Он тебя потолкнул? Ага. А как он это сделал? Ну, вот как вытащил меня, вот как за макушку, что ли, за ноги. Вот так вот меня как-то раз, и оп, и в меня залез. А на физике что произошло? Ну, я нахлебалась воды. Конечно, я вылезла, я сидела долго на берегу, тросилась. Ну, я понял, все, я зашел. Хорошо, когда он зашел к тебе, так же с подсознательной части, в виде кого он пришел, что он ей обещал? Почему она его впустила в полярность на низкой частоте? То, что спас. То, что спас. Ясно. И давай смотреть еще вот, грейнси, кто и достались? Они как попали в поля. Давай начнем с греев. В греи когда зашли? Через медитацию. В виде кого они тебе? В какую симуляцию наложили? Была медитация в Древней Египет. Там были колонны, нужно было выбрать, на какую частоту выйти. Ну, к темным или к светлым. И мне дали книгу. Спускается, отдает. А в виде кого они к тебе там пришли, что ты их не определил? Она же ищет знания, они пришли как знания. Знания дали, да. Так, как грейнси негативно влияет на тебя, посмотри. Маш, как они влияют на негативную твою жизнь? Да, на физику, на здоровье. Они баламутят мне мозги. Останавливают меня, путают меня. Я не могу запомнить. У меня нет памяти. Они путают мне буквы. И даже вот когда начинаю сосредотачиваться, чтобы почитать, они переставляют буквы. Я читаю заданно наперед. Вот такая проблема, откуда у тебя путаница такая происходит. Запрос на это. Хорошо. Вот это друзья. Как они, влияли ли они на какие-то события в твоей жизни? Развитие. Развитие, хорошо. А как спрут влиял на тебя? У меня даже остановилось. Я когда ходила на медитации, я не могла понять, почему я не могу ходить. Я когда приходила, у меня загрузка плохо происходила. Для меня это было так тяжело. Для меня это было все. Нельзя мне. Я не хочу. Я любой момент выбирала, чтобы и только не идти туда. Хорошо. То есть это они тебе такие мысли давали, да? Отводили. Вот они останавливали, да, меня. Хорошо. Дальше. А спрут как влиял на тебя? На твою физику, на твою жизнь, на твою здоровье, ощущения? Спрут, он как выглядит? Ну, спрут, осьминог, октупус. А кто этот, как осьминог? А когда вот я в канале плавала, там кто был? Спрут. Вот спрут. Как он на меня влияет? Который вытащил, который у тебя? Боюсь воды. Ты воды боишься? Еще как. Я мне лучше в горы, чем на море. Еще как? На физику как влияет? Мне ноги, вот знаешь, он мне за ноги, держит меня за ноги. Как будто если я в воду залезу, вот меня сразу туда утащит. Мне не надо. Он создает тебе такую иллюзию? Да. Хорошо, хорошо. Чем питается спрут у тебя? Страхом? Страхом, национально, сексуально и жизненно. Страхом, страхом. Но он ее и блокирует. Он не дает ей как... И вот энергии очень много он берет. Вот эта усталость и все. Он даже не дает ей заход, чекральную систему блокирует ей. А рептивоид как влияет на твою жизнь? Вот этот, который с крыльями? Нет, рептивоид. Рептивоид, который трое. Да, трое рептивоидов, которые. Тринадцатый номер там. Четырнадцать, пятнадцать. Да. Как они влияют на тебя, на твою жизнь, на твою физическую часть, на здоровье? Они меня, знаешь, строят. Я должна всегда вот такая быть, ходить вот гордая, что ли, гордость. Вот этот мозг вверху. Да, вот такой, знаешь, вот все, независимость какая-то, мне ничего не надо. Никто мне не помогает, я все сама сделаю. Я вот прям такой аж прям прет не могу. Так. И инсектоид у нас, когда появился в полярности у тебя? Инсектоид? Как он выглядит? На спине, на твоей... На спине, которая сидела вот эта... А, я поэтому не вижу его, да? Он лапами шевелит вот этот. Шевелит. А ты смотри сейчас, сделай пару импульсов, подними вибрацию вверх до максимума, и он спрыгнет, ему станет жарко. Давай, раз, два, три, пошел импульс вверх. Спрыгнул? Он упал. Лежит. Он как попал давно к тебе. Ну вот тогда, когда я ходила, это был восемнадцатый год. Что там было? В регрессию. В регрессию. А, в регрессию. От кого он там к тебе зашел? Как вы так в регрессию заходили? Как он мог к тебе попасть? Ну, видимо, защиты не было. Да, я когда сходила к высшему... Подожди, подожди, что значит, видимо, защиты не было? Твоя защита – это твоя энергия и уверенность в себе. А, наверное, ты на... Я сходила к высшему. Так, давай. И я сразу вышла, и уверенность такая у меня была. Ну все, я получила то, что хотела. Вот. И ты знаешь, я чего-то испугалась. Там, вот мой наставник, девушка эта, которая стоит. Вот эта девушка красивая, высокая, с рыжими волосами. У нас нет наставника. Где эта девушка? Ну, чьи ее? Иногда. Кто-то наставник вы. Медуза Гаргона? Проведи идентификацию, считая эфирной ДНК и... Ну вот она все слетела, и вот она стоит, и у нее место волос змеи вот так вот вокруг по ней. Кто это там, Наташа, у нас изменяемую? А чем похоже спратообразная? А канавы есть между вами? Да, толстый. Прям знаешь, как Лиана. А она, посмотри, из этих представителей, которые уже были в тебе, она является ли частью них, или это что-то новое? Понимаешь, что это кто-то такая? Нет, это кого-то к ней как подцепили. Так, да. Как ее зовут в России? Эра. Да, да, дай поговорить с ней. Вдох-выдох глубокий, оставь меня здесь. Эра. Приветствую. Приветствую. Ну, рассказывайте, Эра, как так произошло подсоединение к вам по обману регрессологов, или не скажи, ни обману, ни профессионализму какому-то? Зачем они подключились? Обмен. Чего ты там, какой энергией ты забираешь, Татьяна? Жизнь. Жизнь, обмен на что? Ты же говоришь, обмен. Обмен. Обмен это значит... Нет. Была договоренность. С кем? Кто тебе ее отдал? С кем ты договорилась? Проявляется фантом этого? Женщина, которая в регрессию меня вводила. И чего, о чем вы с ней договорились, эта женщина, которая в регрессию тебя вводила? Она зарабатывает деньги с помощью этого. Каким образом? Как это происходит? Ой, там все так запутано. Как будто я вижу, что вот эта вот Эра стоит, договаривается с ней, что они будут работать в паре. Новые люди, которые приходят к этой женщине. Она питается, эта женщина получает материальные блага, ну то есть деньги. Но она как с какой-то планеты. И она смотрит на нас на всех свысока. И вот она стоит, говорит, была договоренность. Ну я понял, Эра. И знания она дает этой девушке. Да, хорошо, Эра. А у тебя была договоренность с Татьяной? Она приняла меня как свою. Да, а ты имеешь на это право? Нет. Не имеешь. А ты знаешь, что такое высший суд? Да. Ты хочешь, чтобы он сейчас прошел? Нет. Показывай договора подключения. Есть у тебя ключи? Вот она развернула прям целый список. Ну, читай. Договор. Читай. Знание, защита. Возможность, что ли. Целительство. Вот у тебя почему закрылся твой вообще дар, твои видения начали закрываться? Потому что я подписала договор этот с ней, да? Она же тебе что-то дала, а ты взяла, да? Мне до этого, вот как мы поднимались на высший суд, да, вот к ним. Кто там сидел, я не знаю. Они не дали этот огненный шар, как будто это дар, который раскроется после 40 лет. Ну, как ты понимаешь, вы не на высший суд поднимались, а немножко в другое место. Вот куда-то, да. Поэтому никогда ничего не принимайте в сеансах и вообще не работайте с гипнологами, которые работают с сущностями. Постоянно. Говорят об одной и той же сущности. Потому что эти гипнологи, которые работают с сущностями, да, и постоянно с одними и теми сущностями общаются, да, и они имеют договор, получают блага и отдают энергию своих же подписчиков и своих же слушателей, скажем, или тех, кто приходит к ним на курсы, или там какие-то там, это вот как бабки. Хорошо, просто уже не первый случай. Интересненько, интересненько, Ира. Ира, а Ира, ты у нас откуда, с какой галактики? Со звезды. Ну, понял, с какой звездой? Цифры до 400, 427 или 37. Хорошо. Хорошо. Татьяна? Да. Прокомментируйте. Я никогда такого в жизни не чувствовала, что везде прям до такой степени вибрирует. Такое ощущение, как будто я сплошная, это молния, вот. С почином тебя с почином. И давай сейчас на счет 3, взлетай, лети к своему источнику. Моя душа пришла на планету Земля. Полетела, полетела домой, давай, полетела к источнику. Соединяйся с своей высшей сутью. Откуда ты, откуда твоя энергия? Лети к своему источнику. Где ты находишься? Я нахожусь как труба, и я в нее поднимаюсь, и вокруг по краям, и вот они стоят все. В этой трубе перемещайся. Они уже давно ждали все. Перемещайся. Она уже дома. Что ты чувствуешь от них? Я очень большая, и они как будто, я не знаю, как будто они не могут за мне подойти. Вот они стоят, и я от них получаю просто энергию. Да, все правильно. Сравняйся ростом с ним. Как ты выглядишь? Посмотри на себя. Я очень большая. Я просто огромная. Вот эти крылья, и я не понимаю. Вот как знаешь, бывает в Древнем Египте. Вот это я, у меня голова, но как бы она нечеловеческая. А как тебя зовут, спроси? Эрос. Эра, эра, нет, Эрос. Полностью все во мне, и я везде. Поговоришь с Эросом? Да. Давай, вдох, выдох, расслабься и оставь меня с ним. Эрос. Да. Приветствую тебя. Приветствую. Расскажи мне про себя, Эрос. Я защита всех и везде. Я везде, и они во мне. Зачем ты пришел на Землю, Эрос? Получить то, что не могу получить свыше. Какой опыт ты решил здесь получить? Богатство. Все в нем. Богатство – это вселенная. И узнать, что такое бедность. Когда не хватает того, что у тебя есть. Ну, ты узнал, что такое бедность? Да. И дальнейшие у тебя программы. Я никак не мог справиться с этой мыслью, до какой степени это может быть. Когда ты просишь то, что у тебя это есть, ты не должен это просить. Но ты просишь это, потому что тебе этого не хватает. Меня полностью, вот я попал, ощутить то, что не мог ощутить свыше. Когда находишься высоко. И вот это то, что испытывают внизу люди. И ты, когда возвращаешься сюда обратно, и ты это понимаешь. И у тебя есть это как... Это даже не сочувствие, а понимание того, что ты получил опыт, и у тебя есть с чем сравнивать. И из-за этого опустили его на землю, чтобы это ощутить в полном, в полной мере. Хорошо. Теперь какая программа у тебя дальнейшая сейчас, после этого сеанса? Какие изменения в тебе? Знания. Где эти знания в тебе? Эти знания вот прям сидят посередине. Вот прям грудь. И вот знаешь, вот как грудь, горло вот прям внутри. Вот здесь. И что ты хочешь делать с этими знаниями? Наверное, дать людям, чтобы они справлялись. Хорошо. Раскройте знания, пожелаем активироваться, распаковаться в тебе. Пошла распаковка, они начинают распаковываться, раскрываться эти знания в тебе. Что ты ощущаешь? Прям как разворачивается все внутри. Хорошо распаковывайся, активируй. Да, прям как вот тяжесть такая появилась, как будто это все раскрывается. Как знаешь, форма слезы. Вот такая вот. И она выливается в меня. И что ты получишь после этого? Задай запрос. После активации этих знаний. У меня такая сила в руках. Мне как вот активировались руки. А что за силы? Создай сферу между собой. Создай сферу ты чувствуешь. Что раскроют всю силу, поживая усилится. Что за сферу? Создай сферу. Сфера двойная. С одной стороны она огненная, с левой. А с другой стороны она цвет небесный. Такой голубой. Считай функции этой сферы. Что ты можешь ей делать? Какие у нее возможности? Лечить людей? Лечить людей. Хорошо. Теперь положи эту сферу в то место, где тебе необходимо полечить свое тело. Здесь. Попроси эту сферу полечить. Там пошла работа. Начинает сферу. Включаться, активироваться. Как ты можешь лечить руками? Задай вопрос себе. Как ты можешь лечить? Распакуйте знания в себе. Я как будто большая такая стала. Вообще она как проспирает меня вокруг. И прям руки все активировалось. И вот как я провожу, и как будто, знаешь, биотоки бьют. С моих рук. И руки горят. И в межбровную чакру привожу себе. Сейчас, подожди. Даже я такую феню, как будто ее держать не могу. И попроси эту сферу раскрыть твой третий глаз. Хорошо. Пошел процесс. Трясет меня все. Какой процесс происходит с тобой? Задай вопрос. Она как пробивает. То, что было закрыто. И закостенела аж прям. Пробивает, в смысле, прочищает? Да. Ну, еще одну привожу тогда, если тебе не хватает. Или этой хватает уже? Сейчас, подожди. Сейчас прям так четко все видно. Прям как, знаешь, все. Конечно, почистили, с энергетиками закачали. Такой красивый фиолетовый цвет. Я сейчас прям вижу глазами, что. Видишь лучше теперь? Да. И теперь, Татьяна, перенесись на несколько месяцев вперед после этого сеанса. Посмотри, какой ты себя видишь после этого сеанса. Посмотри на свое эфирное тело. Какой ты себя видишь? Есть ли у тебя изменения какие-то в тебе? Какие у тебя изменения в твоем будущем после этого сеанса? У меня свой кабинет. Кабинет массажа. И я делаю массаж людям. Я себе вижу такой здоровый какой-то вообще. А как тебе защищаться, чтобы от людей всяких бяками на себя не хватать? Задать сейчас вопрос. Когда ты будешь массаж людям делать, чистить их руками своими? У меня как будто перчатки будут на руках. А после этого я как будто буду их раз снимать. И все. Открываю канал, портал канал. Как воронка, не воронка. Что такое будет? Да, да, да. И сбрасываешься, да? И туда, да, сбрасываешься. А перчатки из какой энергии ты будешь делать? Вот перчатки у меня вот энергия. Вот как молния. Знаешь, вот как молния. Умничка, умничка. Хорошо, хорошо, шикардос. Ну что, давай поблагодарим тогда всех участников сеанса. Субтитры сделал DimaTorzok